Кремль Мы уже не раз говорили о том, что Кремль тоже пытается разными способами давить на аккорду. Пусть даже не так, как до вторжения в Украину, но все же говорили и о российском лобби в производстве и в бизнесе, и о политическом давлении, и о пресловутой пятой колонне, представители которой до сих пор находятся во властных структурах и контролируют наше информационное пространство. Однако сейчас там взяли небольшой перерыв на собственные президентские выборы. Отметим, что накануне растянувшегося на три дня голосования в Москву ездили премьер-министр Бектенов и спикер Мажелиса Кошанов. Последний, кстати, рассказал о договоренности с председателем Совета Федерации РФ Матвиенко обоюдно пресекать нападки своих депутатов друг на друга и на наши страны. Забавно, но мы не об этом. Итак, выборы президента России. Это были пятые по счету выборы, на которых россияне проголосовали за действующего президента и первые после так называемого обнуления сроков. По данным Центра избиркома России, самовыдвиженец Путин набрал 87% голосов. За ним идет коммунист Харитонов с 4,3%, а далее представитель либеральной партии «Новые люди» Харитонов 3,8% и Слуцкий от ЛДПР 3,2%. Это можно считать сокрушительной победой Путина, учитывая, что на прошлых выборах он получил лишь 76,7%. Это, конечно, не наш Назарбаев, который на последних своих выборах набрал 97,75%, хотя эти данные вызвали недоверие и возмущение. В любом случае Владимир Путин заполучил так называемый мандат доверия и, по сути, догоняет своего бывшего старшего коллегу, если не по цифрам, то по методам их достижения. Если официальная явка на выборах 2018 года была 67,5% от общего числа избирателей, то на этот раз она достигла почти 75%. Официальная пропаганда использовала это как один из козырей, демонстрируя огромные очереди не только в самой России и на временно оккупированных территориях Украины, но и к представительствам РФ в зарубежных странах. Беспрецедентное количество желающих принять участие в голосовании было зафиксировано и в Казахстане, в частности в Астане и в Алматы. Одновременно в очереди насчитывалось до нескольких тысяч человек, но как показал экзитпол голосуй за рубежом, в российском генконсульстве в Алматы за Путина проголосовало лишь 8% среди опрошенных, то есть в 10 раз меньше, чем в самой России. А вот Владислав Даванков набрал 69%. Это наибольший результат по всему миру. Больше только в некоторых городах Турции и Польши. Заметим, что никому доселе неизвестный Даванков предлагался российской оппозиции как кандидат против Путина. Но среди этих 8% скорее всего есть те самые релаканты, которые перенесли свой бизнес в Казахстан. Но не для того, чтобы спрятаться от мобилизации, а чтобы обойти санкции и участвовать в российской экспансии в Казахстан, которую, как мы говорили, усердно проводит Москва и лоббируют некоторые чиновники левобережья Астаны. А что касается мировой оценки прошедших на этих выходных выборов в России, то возможно неприятие и непризнание этих самых выборов. По крайней мере, многие зарубежные лидеры уже заявили о том, что не признают действительным само голосование, проведенное на оккупированных украинских территориях. А что об этом думает сама российская оппозиция? Каковыми будут итоги 17 марта для России и ее союзников? Об этом мы поговорили с известным российским публицистом и журналистом Виктором Шендеровичем. Добрый вечер, Виктор Анатольевич. Спасибо, что выделили для нас время. И сразу к вопросам, если позволите. Как бы вы вкратце оценили итоги прошедших выборов в России? Ну, значит, во-первых, все-таки надо закавычивать слово выборы и пояснить, что произошел очередной, я сбился со счета какой именно с 2000 года, сеанс удержания власти, захвата удержания власти. Это статья 278 Уголовного кодекса Российской Федерации от 12 до 20 лет строгого режима. Это государственное тяжелое преступление. Они его делают регулярно, так сказать, раз в два года уж точно на всех выборах. Они захватили власть в 2000 году и не отдают ее уже четверть века. Вот, собственно говоря, все, что произошло, это такой дежурный, предсказуемый сеанс удержания власти. Они, Путин убил пару своих главных политических противников, остальных посадил в тюрьмы или выгнал вон, запустил в избирательные документы пару просто уже совсем призраков из прошлого. Одного мелкого уголовника, одного коммуняку и просто некоторое пустое место, которое было по замыслу администрации, призвано символизировать некоторую либеральную идею в России. И призвано, как и в прошлый раз, Собчак получить там свои полтора процента, чтобы показать место у параши, так сказать, наше. Вот и все. Никаких выборов не было, но он остался у власти, это было предсказуемо с самого начала. Самая большая ошибка – это рассматривать это как выборы и анализировать это как выборы. Тот процент, который сейчас накипает у нас, процент уже совершенно туркменский, какой-то там под 90 процентов, уже, слава богу, не казахский, а туркменский. Вот это ведь замер не поддержки Путина, политической поддержки Путина, это замер бесстыжности. Вот я проиграл Пари, я думал, что будет по районе 75, а мой оппонент говорил, нет, ближе к 88. Вот, видимо, я проигрываю, да, но это замер бесстыжности. Я должен вам сообщить, что в Алматы на выборах Владимир Путин набрал всего 8 процентов, согласно опросам. Как бы вы вот этот момент прокомментировали? Ну, это совершенно предсказуемо. Приятно, что и в Алматы 80 процентов, но то, что Путин примерно эти цифры набрал во всех европейских странах, понятно. Нет, послушайте, я вчера был, я в Варшаве, я вчера приходил в полдень, так сказать, к российскому посольству, которое находится по приятному адресу аллея российской агрессии. Называется, да, адрес просто такой, да, дом какой-то, я дом не запомнил, на аллее российской агрессии. Так вот, я сходил на аллею российской агрессии и была огромная до горизонта, значит, очередь. Там не было ни одного человека, а Путина, разумеется, ну, может, 8 процентов где-то нашлось, но я не уверен, что набралось 8 процентов. Это были лица людей, с которыми можно оставить детей в безопасности, это были люди, которые не будут голосовать за Путина. Вот, это свидетельство, это никаким образом не может изменить, разумеется, там результаты выборов, но это очевидное свидетельство того, что приравнивать Россию к Путину и к поддержке Путиной к войне, это самая большая социологическая глупость. Стокгольмский синдром и страх, страх и Стокгольмский синдром, а также привычка, привычка пережидать любые времена, не менять их, российская привычка, азиатская, прошу прощения, не в географическом, разумеется, смысле, а в политическом смысле, азиатская привычка россиян пережидать любого, кого пошлет Господь. Пошлет Батыя, пережидаем Батыя, пошлет царя батюшку, красных комиссаров, кого пошлет, того переждать. Европейская идея о том, что власть это администрация, которую можно, это менеджер, которого ты нанял на свои деньги, он тебе разонравился, ты его попросил уйти с работы, нанял другого, более эффективного. Эта европейская идея не работает, не прижилась пока, не прижилась, но огромное количество россиян, весну сказать, что миллионы россиян, безусловно. Думаю, что десятки миллионов, думаю, что в районе 30% уж точно россиян, размазанных по всему миру или маргинализированных в России, это люди, которые вполне готовы были бы попробовать, так сказать, другой путь. Мы сейчас в заложниках у этой банды, и пока эта банда у власти, ни о какой социологии говорить всерьез нельзя, потому что ее просто нет. В тоталитарных странах не бывает социологии. Социология – это дитя свободы. Социология начинается с того, что люди не боятся говорить. Понимаете, вот в Америке тоже не сахар, да, избирательная кампания, и очень большие проблемы. Но представить себе, что кто-то из американцев боится сказать, что он за Трампа или за Байдена, да, странно, да? Это их страна, и он за кого хочет, за того он в своем праве. В России социологический опрос начинается с, так сказать, с перехвата дыхания, потому что ты не знаешь, чем закончится-то, да? С избирательного участка вывели с полиции человека, который написал что-то на бюллетене, и этот бюллетень так упал открытым, да, что протест такой. Надо всего вывезти с полиции. Вот и вся социология. Вот и вся социология. Но это очень впечатляло. Это очень впечатляет количество... Повторяю, это не повлияло на результаты выборов, не могло повлиять. Но когда ты видишь своими глазами целый день из разных городов, конечно, просто это сотни тысяч россиян, очевидно, которые символизируют какой-то другой путь России. Сегодня они маргиналы. В любом случае Путин получил мандат доверия, так или иначе, от россиян. Может ли этот самый мандат как-то повлиять на политику Кремля по отношению к соседям, в частности, к Казахстану? Например, по продвижению его утопической идеи о воссоздании подобия союзного государства. Вы знаете, что старая галлюцинация Путина о восстановлении Советского Союза, по-русски говоря, о восстановлении империи, потому что Советский Союз держался первоначально и был создан на коммунистической идее, но коммунистическую идею расстреляли окончательно в конце 30-х годов, уничтожение Третьего Интернационала. Дальше уже с 40-х годов Сталин поднимал тост за великий русский народ, вернулись царские погоны и формы и так далее. Это была уже империя, это была русская империя, все прекрасно понимали. Поверх которой было надето, как вот этот знамя с серпом и молотом, но это была империя. Это империя. И Путин мечтает о восстановлении этой империи. Это его главная галлюцинация, это его сладкие мечты. Про Путина все понятно, а дальше вопрос и к Казахстану, и к другим бывшим провинциям этой империи. До какой степени, какие есть силы для того, чтобы противостоять этому нахрапу имперскому? Должен сказать, что решимость бывших провинций противостоять Путину обратно пропорциональна его военным успехам. Когда в начале войны показалось, что он сейчас просто должен упасть, он терпит поражение за поражением, и было ощущение абсолютного единства Запада против него и скорого успеха Украины. Казахстанская, да, новая казахстанская власть довольно резко разговаривала, довольно определенно давала. Я помню эту выволочку, которую сделал Акаев на встрече. Это было вполне выразительно. Но военное, то, что Россия держит, то, что Путин держит в России, то, что военная машина работает, то, что влияние не потеряно, видимо, заставит, может заставить быть осторожней. Повторяю, это вопрос не к Путину. Путинский интерес понятен. Это вопрос Казахстану, а также к другим странам, бывшим провинциям Российской империи, да, до какой степени сегодня этому готовы противостоять. Это затратная вещь. У России есть возможности по нанесению ущерба. Я не думаю, что, возможно, какой-то второй фронт, о котором они намекают, да. Нет, сил этих нету. Но, конечно, это геополитика. Я не политолог, и тем более не синолог, и, так сказать, не специалист по Средней Азии. Этот вопрос лучше бы задать, конечно, моему старшему другу Аркадию Дубнову, лучшему русскому, российскому специалисту по Азии. Вот он бы подробнее об этом порассуждал, я думаю. И просто со знанием дела. Общая картина совершенно очевидна. Путин будет стараться сколотить какой-то блок. Он изо всех сил вырывается из изоляции. Он больше всего боится изоляции. Он грозился, так сказать, с Китаем, сделал создать ось. Он хотел этой оси. Китай устранился от этой чести. Вот, значит, естественно, он изо всех сил будет подгребать под себя всех, кто согласится быть под ним. И это вопрос, конечно, Казахстану. Значит, до какой степени Казахстан, новый Казахстан, уже может быть обновляемый Казахстан, сможет этому противостоять. А пропозже скажу, что, конечно, как бы с российской точки зрения, глядя с этой точки в этот объектив камеры, для россиян все выглядит очень печально, потому что там четверть века назад была новая демократическая Россия, идущая, так сказать, в направлении либерализма на Запад. В партнерах с Западом. И были, ну, как бы исторически притормозившие провинции, да? Да, был Казахстан с Назарбаевым, да? И были вообще, так сказать, среднеазиатские режимы совсем тирамические. И был, да, Узбекистан был совершенно тирамическим, да? И была Белоруссия, которая была некоторым ужасом России. Да, вот. Сегодня мы, сегодня Россия в статусе Белоруссии сама. Сегодня можно констатировать, что в политическом устройстве Казахстан и даже Узбекистан находятся гораздо ближе к европейским стандартам, чем Россия. Для, да, это просто данность. Эта данность не устраивает россиян, да? Потому что я бы не хотел, чтобы мы отсчитывали себя от Туркменистана и Северной Кореи, да? А что касается Казахстана и Узбекистана, то, в общем, можно поздравить с медленным, компромиссным, конечно, да, не европейским совсем по скорости, но очевидным выходом на какое-то новое политическое пространство. Спасибо большое, Виктор Анатольевич, что нашли время ответить на наши вопросы. Здоровья вам желаем! Субтитры создавал DimaTorzok